Продолжение следует... 10 лет. Их немного, но они есть. Среди них в Патреоне 18 человек и этот список сейчас перед вами. Пусть и недавно у нас появился. И вот эти люди уже подписались. Ну и еженедельно я выкладываю тех, кто с помощью Сбербанка осуществляет помощь. За последнюю неделю хочу поблагодарить вот этих именно людей. А если возникнет вопрос, как это сделать, то вот прямо под этим самым выпуском, если вы смотрите в Ютубе, имеются реквизиты. Выбирайте на любой вкус. Также вы можете заказать календарь вокруг света армянского на этот год 23. Он тоже еще есть. Под видео найдете ссылку, как его заказать. Только прошу не злоупотреблять контактом. Некоторые его используют не для того, чтобы календарь заказать, а просто поболтать со мной. Увы, временем не располагают. Теперь по теме. Порядком около года назад у меня был выпуск, в котором я вам провел экскурсию по Азербайджанскому базару. Судя по откликам, он прошел на ура. Иначе и быть не могло, так как подобные выпуски не просто выпуски, но и своего рода видеоуроки в краткий исторический экскурс. И главное, что не опровергнуть, так как все сказанное документально подтверждено и при желании всегда можно проверить любое сказанное мной слово на подлинность и на эффективность. Сейчас 21 век, слава богу, для этого достаточно много инструментов для проверки. Так вот, я решил сделать с вами второй поход по Азербайджанскому базару. Только если в первом случае мы разбирали отдельно взятые продукты, то теперь возьмемся за те же продукты, с помощью которых Азербайджан национализирует армянскую кухню и кухню других соседей. В частности, иранскую. И хорошим подспорьем к исторической науке будет этимология. Это наука о происхождении слов. В том числе и существительных. И если историю как науку легко оболгать нечистоплотными дельцами, то историю вкупе с этимологией уже непросто обмануть. Ну, например, обратите внимание, как много блюд у русских, приготовляемых с помощью картофеля. Кажется, этот картофель, его ели русские всегда. Но как бы не так. И название картофеля нам говорит, что этот корнеплод попал в Россию через Германию. Так как русские переняли его вместе с названием картофель. Что по-немецки означает дьявольская сила. Крафт-Тойфель. Дело в том, что в самой Германии он оказался из Южной Америки. И этот корнеплод долгое время считали дьявольским плодом. Также и в России не могли его готовить и тоже называли дьявольским. По приказу немки Софьи Фредерики Анхальцербской, она же великая императрица России Екатерина II, картофель стали массово культивировать в России и внедрять в кулинарию. Или взять тот же помидор. Судя по названию, в России он оказался из Франции и был только один сорт, желтый. Поэтому из французской кулинарии в русской кухне его и называли пондор. Золотое яблоко по-французски. Сами же французы называют его томат, потому что к ним он прибыл уже из Америки, где индейцы называли овощ ситоматли. Или апельсин, пришедший в Голландию из Китая, апельсин, китайское яблоко. А в России уже вместе с голландским названием и проникло. Ну и так далее. Теперь ближе к теме. Перед вами известная карта, которая широко знакома как в Европе, так и в Азии. Это 750-й год нашей эры арабского халифата, в составе которой оказались Армения, Персия, Индия, Египет, Сирия, Магриб с Испанией. Это за 300 лет до появления кочующих тюрок в этом регионе и до более чем тысячи лет до рождения страны Азербайджан и вообще азербайджанской нации. В это время и задолго до этого времени, если ссылаться на Геродота, в регионе шла большая торговля международная. Если говорить о съестном, то это были оливки, кофе, дыни, тыква, сливы, виноград, абрикосы, ну и прочее. Все эти культуры не только были известны народам Ближнего Востока и Малой Азии, куда и Армения входит, но они и родиной являлись. Ну, всем известно, что римляне называли абрикосы арменияка или прунус арменияка, армянская слива. Так и сегодня на научном языке плод так и называется. Азербайджанская пропаганда порой бессильно бывает против науки, поэтому когда открываешь азербайджанскую википедию, то в скобках так и написано прунус арменияка. Примечательно, что слива и абрикос хоть и относятся к одному роду, но это разные плодовые деревья и тем не менее античные путы. Например, римляне называли армянской сливой абрикос. Иранцы называют зардалу от персидского зард желтая, а лу опять же слива. Желтая слива. Кстати, в русском языке алыча как раз из иранского алу, слива. Ну, как вы понимаете, Армения буквально утопала сливами, абрикосами и виноградом и поставляла на рынки Дамаска, Амана, Хадрамаута, Хиджаза. А взамен армянские купцы закупали в Дамаске и Триполи оливки, в Хиджазе кофе. Оттого армяне называют оливки по-арабски зейтун, от арабского зейт, масло, маслины. А арабы сливу называют по-армянски хаох. Только, как и римляне, ошибочно они, конечно, это делают, так как армяне хаох называют виноград, а не слив. Видимо, арабы, как и римляне, не стали вдаваться в подробности. Более того, Армения родина винограда. Как с религиозной точки зрения, так и с научной. И об этом говорит большинство справочников мира. Армянский язык четко определяет каждое производное от этого растения. Виноград хаох, виноградный саженец вортатунг, лоза хаохивас, лист виноградный толи, отсюда, кстати, и талма. Все остальные виды талмы уже тюнингованы со временем и у разных народов. Теперь касаемо наших соседей азербайджанских, у которых несчастных этих постоянно что-то крадут, особенно армяне. Я напомню, они появились через... азербайджанцы, в смысле. Появились свыше тысячи лет после той карты и торговали в регионе, той карты, которую я показал. Никто азербайджанцев за язык не тянул, но они сами кичатся тем, что являются тюрками, потомками огузов, ну и так далее. Довожу до вашего сведения, что тюрки были кочевниками. Увидеть в старину тюрка, выращивающего в степи виноград, все равно, что познакомиться за полярным кругом с армянином оленеводом, заготавливающим струганин. Хотя тут больше, наверное, вероятности будет. А как же узюм, спросите вы? Ведь если исходить из теории этимологии, о которой я говорил выше, то у азербайджанцев есть существительное. Виноград, узюм. Да, только выше я перечислил составляющие винограда на армянском языке. И все они, как видите, разные. Что говорит, что армяне давно знакомы с этим растением. У азербайджанцев же этого нет. У них все вокруг узюма крутится. Виноград, узюм. Лоза, узюм. Лист виноградный, узюм ярфага. Виноградник, узюм агаджи и прочее. К тому же, узюм общетюркское. И проникло оно к тюркам от монгол, который называют виноград усэм. В Монголии и теперь живет племя монгольское усэмчинов. А названы они так потому, что живут у виноградной горы усэмчин-оу. И тут самое интересное. Отчего может снова у вас возникнуть вопрос. Но ведь и монголы тоже кочевники. Значит и они, как и тюрки, не могли выращивать виноград. Справедливое замечание. И тут как с помидором. Помните, ситоматель у индейцев перешло к французам в виде томата, а к русским от француза в виде помидора. Помидор. Так и тут. Тюрки, перенявшие сам термин узюм, у монголов усэм, не возделывали виноград. Но были знакомы с диким виноградом у соседей своих, китайцев. Когда совершали к ним набеги. А китайцы все-таки оседлый народ. Китайцы называли виноградную лазу лсэ. Как я говорил, азербайджанский язык предатель, какой еще свет не видал. Его носители могут говорить что угодно, нести ахинею какую угодно, оплачивать пропаганду как угодно. Но язык на той язык, что за зубами не удержится и выдаст его носителя. Подскажет, покажет, выведет на истинный путь. Обычно говорят, что язык до Рима доведет. Но в случае с армянами, наоборот. Язык римлян до Армении довел и познакомил с прунус армениака. Язык араба до Армении довел и познакомил с хау, виноградом. А вот язык азербайджанцев, наоборот, их увел в Монголию и Китай. Поближе на Алтай. Где никогда не ели ни талму, ни талму и до сих пор не ели. Если делали талму, то не в виноградных листьях, а в шкуре овцы. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok